Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, продолжаем анализировать события вчерашней днавности, скажем, основные инфоповоды релиза и то, как они повлияли на динамику наших с вами привычных торговых активов, которые составляют основу нашей спекулятивной деятельности. Сегодня денек обещает быть поинтереснее, чем вчерашний. Ну, во-первых, потому что мы продолжаем активно следить за британцем и понимаем то, что все меньше времени остается до того, как Тереза Мэй ведет в действие 50-ю статью Лиссабонского договора. Волатильность в связи с этим возрастает. Мы понимаем, что рынок до сих пор не может определиться, как же лучше встретить это решение через покупки либо через продажи. Я не собираюсь, скажем, менять собственного прежнего позиционирования, изменять, опять же, тому посылу, который обозначил. Фундаментально, я думаю, то, что многие согласятся, фонд действительно является аутсайдером. И одной только лишь ремарки в сторону неопределенности того, что произойдет дальше, неизвестность, опять же, условий, на которых Англия все-таки пойдет уже по своей автономной, независимой дороге. Этого, на мой взгляд, должно хватить, чтобы на какое-то время обеспечить этот инструмент приличным импульсом для коррекции. Параллельно я еще продолжаю следить за статистикой и самые важные релизы до вас доношу. Также, помимо этого, сегодня у нас на 15.45 запланировано выступление председателя американского регулятора Джанет Йеллен. Очень важное событие, поскольку я еще несколько дней назад отметил то, что американец сейчас в поисках того самого триггера, который позволит ему оттолкнуться от минимальных уровней, которые он был вынужден достигнуть по факту обвал американского облигационного рынка. Может быть, этот фундамент справится с этой задачей, может быть, с этой задачей, если рассматривать американца против йены, больше справится уровень технической важности. Я рекомендовал попробовать рискнуть, опять же, с покупками американца против йены после тестирования поддержки 111 йен за американца. Сейчас, кстати, котировки повыше, 111.34. Но, опять же, еще не вечер. При определенном развитии ситуации доллар может оказаться ниже этого уровня. Ну и также при развитии, опять же, ситуации в нашу пользу доллар может все-таки восстановиться с текущих значений и уровень поддержки 111 станет локальным недельным минимумом. Я на это надеюсь. Ну, давайте чуточку поподробнее обо всем. Начнем, как всегда, с нефти. Не будем упускать из виды этот инструмент, потому что ни в коем случае этого делать не нужно. Ведь нефть сейчас балует нас, как медведи. Мы очень ждали давно коррекцию, и сейчас она практически безудержная. Нефть снижается. Вчера мы даже видели минимум 49.71. Но вот закрепление ниже планки 50 пока еще не свершилось. Клосс 50.76. Сейчас стоимость бренда 51 доллар за парк. Я думаю, что мы расстраиваться не будем, потому что такой уровень значимой поддержки на скоком было бы очень трудно преодолеть. Тем более, что новостная картина в целом-то не меняется. Но вот эти скепсис, негативные настроения и сомнения, они все-таки точат потихоньку, опять же, уверенность быков и подмывают вот этот базис, который ранее использовался для роста. Я искренне верю в то, что многие из вас уже давно в коротких позициях, уже давно видели предпосылки для снижения этого инструмента. И сейчас, чтобы уже претендовать на более низкие значения, нам, конечно же, нужно забороть этот уровень 50 долларов за баррель. Я надеюсь, что отчеты, которые у нас будут дальше на повестке, опять же, в завершении этой недели, в следующей неделе, станут вот этим топливом для оправдания снижения и поддержат нашу коррекционную идею. Что вчера обеспечило снижение нефти? Ну, конечно же, основной релиз дня для рынка нефти – это запасы нефти от Администрации аналитической информации. Согласно опубликованным данным, как мы с вами полагали, запасы выросли на 4,9 миллиона баррелей за неделю против прошлого снижения на минус 0,2. Если посмотреть, разобрать перспективу, опять же, прошлую с оглядкой назад, то за последние 11 недель у нас 10 недель роста. И чтобы вы прекрасно понимали, запасы на текущий момент уже достигли 533 миллионов в рамках США. Это не что иное, как новый, снова переписанный, исторический рекордный абсолютный показатель. Еще одно доказательство того, что США явно выиграла от сделки ОПЕК, и мы можем смело уже утверждать, что этот регион будет окончательно снижать эффективность сделки, и, возможно, действия, опять же, Соединенных Штатов Америки по увеличению производства все-таки будут использованы в качестве основного аргумента тех регионов, которые примут участие в Венской встрече нефтяников в мае, но будут голосовать за то, что соглашение продлевать не стоит. Если признать тот факт, что возможность продления соглашения до конца 2017 года может оказать положительное воздействие на рынок нефти, потому что все снова начнут грезить идеей того, что эта сделка будет посылом, будет главным условием для балансировки спроса и предложения, не позволит решить проблему с перенасыщением. Вот то же самое, что было в конце, собственно, 2016 года. И я уже тогда говорил вам, что нам, прежде всего, нужно работать с цифрами и фактами. Я готовил вас к тому, что результата не будет, и мы сейчас убеждаемся в этом уже все, практически без исключения. Если сделку не продлят, тогда можно будет писать пропало покупателям, и придется смириться с тем фактом, то, что нефть будет претендовать не просто на какую-то дополнительную коррекцию, а вообще на перепись даже многолетних минимальных уровней. Я по-прежнему остаюсь долгосрочным медведем, тактиком в отношении этого инструмента, и считаю то, что благодаря той статистике, которую мы получаем по запасам нефти, по уровню добычи, по количеству нефтяных терминалов в рамках Штата, благодаря Ливии, опять же, недобросовестности отдельных регионов по исполнению условий сделки, это все то, что позволяет нам и дальше продавать. Завтра отчет Бекер Хьюз на текущий момент по количеству платформ, их число 530, точнее 631 штука. Думаю, что релиз, который мы увидим завтра вечером, будет уже указывать на то, что количество терминалов выросло за пределы 640. Ставлю на то, что мы все еще можем пробить уровень поддержки даже в рамках этой недели. Против нефти в любой момент может выступить и доллар, который, согласитесь, действительно, получая определенные, опять же, возможности для роста, их будет рад отыграть. И восстановление доллара тут же приведет к снижению стоимости сырьевых активов, нефти и золота. Рубль 57.74. Вчера мы видели, собственно, эту пару и выше 58. Это динамика, которая нам доказала тот факт, что рубль цепляется своего рода за определенные значения по нефти. И когда понимают, что что-то идет не так, и есть угроза, к примеру, закрепление бренда ниже 50, тут же, собственно, этот инструмент начинают скидывать против американца. Поэтому считаю, что наша с вами рекомендация, наша с вами идея и ориентир на тестирование брендом 50 долларов за баррель, уверенно на тестирование, это как раз та самая отправная точка для долгожданной девальвации рубля и движения пары в район 60. Я надеюсь, что это также произойдет в ближайшее время. Доллар японская иена. Американец у нас остается основным аутсайдером, потому что вынужденно реагирует на движение долгового рынка, снижение, кстати, американских трежерсов, продолжается уже несколько дней подряд потери. Серьезные, существенные причин на самом деле тоже очень много. Но я не считаю то, что это настолько объективные, опять же, фундаментальные события, которыми вот сейчас нужно вооружиться и сказать, все, у американцев нет шансов на то, чтобы вырасти. За что цепляются трейдеры? Ну, это резонанс, опять же, заседания ФРС присутствующие, разочарование о том, что ФРС хоть и повысил ставку, но не дал конкретных рекомендаций, что будет дальше. Мы разбирали эту ситуацию с вами. Я отметил то, что какого-то негатива в этом нет, потому что у нас уже позиция Джан Келли на том, что ставки будут повышаться и дальше. И те представители американского регулятора, которых мы уже послушали на этой неделе, это Эванс, Джордж, Мейстер, Харкер, они все также выступают за то, что ставку нужно повысить еще как минимум трижды в этом году. Это серьезные позитивы долгосрочные для доллара. Ему просто нужно клемматься и перестать обращать внимание на риски, связанные с бездействием Трампа. Вот здесь фундамент уже поинтереснее, потому что сейчас, как я вам вчера рассказывал, для рынка является своего рода лакмусовой такой бумажкой, иллюстрацией того, насколько деятельным будет Трамп дальше. И этой лакмусовой бумажкой является голосование, которое должно пройти сегодня в Конгрессе по поводу реформы здравоохранения. И есть скепсис, опять же, этот скепсис и стал причиной, может быть, повышенного спроса на безопасные инструменты, на выход из риска, опять же, оказало поддержку японской валюте, чем она тут же воспользовалась из-за снижения доверия к Трампу, к политике Трампа, к плану его последующих реформ. То есть, если республиканцы-консерваторы действительно, как и обещали, имея достаточное количество голосов, заблокируют прохождение этого законопроекта, тогда придется поставить на паузу параллельно и все прочие реформы. Это большой негатив для рынка. Между прочим, именно представление и вероятность того, что это может случиться, стало причиной снижения американской фонды двумя днями ранее. Но сегодня все еще есть надежда на то, что Трамп сможет использовать все свои полномочия и сможет убедить республиканцев в том, что этому законопроекту здравоохранения нужно уже сейчас давать зеленый свет. Сегодня, в связи с этим, очень важный день, друзья. Поэтому я рекомендую вам последить все-таки за и поведением инструментов, потому что, возможно, для доллара мы получим сегодня какую-то судьбоносную, фундаментальную метку, которую будем использовать дальше. Если пропустите, ну, ничего страшного, потому что завтра я снова в строю, в 9.30 расскажу вам обо всем самым интересным и коснусь непременно и этой темы тоже. Поэтому по доллару, раз уж я рекомендовал вам дождаться поддержки 111 покупать, давайте пока будем сохранять, собственно, эту сделку, тем более, что она краткосрочно уже находится в том же самом направлении, что и сделка, которую я рекомендовал долгосрочным инвесторам и трейдерам. Добрались мы до очень низкого значения по паре, по сути, ноябрьский минимум для дуэта доллар-японская иена, уже пора бы доллару использовать максимум возможностей, появляющихся на рынке, чтобы порадовать и покупателей. Очень много преданных трейдеров, которые ждут реализации этой длинной идеи, но пока доллар все-таки, как мы видим, потенциально склонен к снижению, но будем надеяться, что разворот все-таки уже, возможно, случился. Сегодня с минимальных уровней мы видим, как пара понемногу прибавляет, это еще не вечер, поскольку сегодня, даже помимо самого голосования по реформе здравоохранения, у нас заявки на пособие по безработице, но и, безусловно, выступление Джанет Йеллина. Она непременно должна оказать поддержку доллару, потому что единственное, о чем она будет говорить, это о жесткой монетарной политике и нормализации денежно-кредитного курса. Поэтому ждем все-таки восстановления американца против иены, теперь уже ждем, и надеемся, что сможем добраться до сопротивления 115. Фунт против доллара. Сейчас у нас котировки по паре 1.24.85. Волатильность по-прежнему существенная. По британцу мы видим, как он в прямом смысле мается, не знает, как действовать дальше. Я начал брифинг с того, что повторил вам позицию фундаменталистов, ссылающихся на отсутствие, опять же, какого-то четкого понимания, сохранит ли Англия доступ к единому европейскому рынку, сохранит ли доверие институциональных инвесторов. Я все-таки также еще рекомендую вам не забывать про то, что инфляция достигла максимума за последние 3,5 года, и это точно не предпосылка для ужесточения монетарной политики пока что. Это, скорее всего, прежде всего, угроза, самый, собственно, настоящий проблемный момент для показателя потребительской активности. Сегодня, кстати, у нас роничные продажи в 12.30, то есть через 2 часа получается 47 минут. Если будет возможность, понаблюдайте за этим отчетом, потому что считаю, что роничные продажи тоже должны нам уже показать, как повлиял на них последний рост инфляции. Ну, хотя все-таки пока что времени прошло еще мало, чтобы говорить о том, что рост инфляции привел к снижению потребительской активности. Ну, все может быть. Я все-таки стараюсь видеть в статистике по Англии больше негатива, повторяю вам проблемы и последствия инициирования 50-й статьи, что ожидается уже в следующую среду. Поэтому рекомендую вам ставить на ослабление фунта против доллара. Также еще не забывайте про то, что Англия уже, по сути, отказалась своего рода делать откат такой финансовый Европейскому Союзу на сумму 50 миллиардов фунтов. Это чревато иском со стороны собственно Евроблока. Будем следить за этой ситуацией. И тучи сгущаются еще таким очень неприятным моментом, как теракт, который произошел буквально вчера, ну, как уже подтвердили, что это теракт-то, рядом с правительством Англии. Я считаю, что на фоне всего вышесказанного, ну, уж точно интереса к этому активу должно быть гораздо меньше. Поэтому давайте либо продавать, либо искать возможности для села этого актива против доллара. Конечно же, с, разумеется, осознанием того, что это рискованная сделка и, соответственно, с полным контролем и соблюдением правил риск-менеджмента. Новотелайнс против доллара ставку оставили, как ожидали, мы на отметке 1.75, однако, вот, правительное заявление было довольно интересным. Мы на него сразу ориентировались, потому что знали, что в тезисах можно будет получить подсказку того, как торговать новозеландцам дальше. Повторяю то, что политика Резервного банка Новой Зеландии будет оставаться стимулирующей в течение длительного периода времени. Я думаю, что многим такая формулировка напомнит то, что говорит всегда дороги в отношении вектора политики Европейского Центрального банка. И единственное, что необходимо, но не единственное, что сейчас очень важно для экономики Новой Зеландии, чтобы обеспечить более-менее оптимальные темпы экономического восстановления, это более слабый курс. Но здесь можно делать однозначный, не двусмысленный, однозначный вывод о том, что курс новозеландской валюты системно через действия, поддержку и использование инструментов резервным банкам Новой Зеландии будет позиционно снижаться. Я считаю то, что новозеландский доллар будет даже большим амусайдером, чем австралиец в ближайшее время. И новозеландцам как раз может уже последствия последовать и австралийский доллар. Евро у нас растет, опять же, не нужно искать поддержку исключительно в национальном фундаменте, хотя можно отметить разговоры о том, что ЕЦБ может свернуть программу количественного смягчения, опять же, еще сам ЕЦБ этого не подтвердил. Можно говорить о том, что сейчас очень большие шансы на победу на президентской гонке во Франции у Эммануэля Макрона, это действительно так, но этот фундамент и этот позитив был отыгран еще днем ранее. И тот рост, который наблюдается сейчас, он все-таки больше связан со слабостью доллара, поэтому в случае все-таки возвращения американца к восстановительной тенденции риск очень быстро начнет терять собственные стоимости. Золото растет, опять же, на слабом баксе. трейдеры, которые сейчас находятся в собственно коротких позициях, прекрасно понимают то, что этот рост может очень быстро закончиться, потому что так же, как и я, держат руку на пульсе и пытаются найти в новостном фоне какую-то поддержку для американца. И золото сейчас действительно забралось уже очень высоко, я думаю, то, что пора бы уже снижать стоимость этого актива, надеюсь, то, что произойти может даже в рамках сегодняшнего дня. И американский фондовый рынок, как я уже отметил сегодня, покажет интересное движение по факту выступления Джанет Хирин и, соответственно, по факту голосования относительно реформы здравоохранения в Конгрессе в США. Думаю, что все-таки у нас будет больше завтра разговоров позитивных для доллара и американский фондовый рынок, как и раньше, продолжит системное восстановление. то, что сейчас S&P торгуется на отметке 2347. Наша с вами амбициозная целью 1450 пунктов. И не сомневаясь, что мы до нее доберемся. Кодовое слово на сегодня избыток, величина бонуса 15%. Этот бонус действует на пополнение, сохраняет актуальность до следующего выпуска, который состоится завтра в 9.30 по Москве. Если у вас есть вопросы, как и всегда, можете задавать их на канале на YouTube. Помимо этого подписывайтесь на канал так вы будете в курсе всего нового видеоконтента, который там появляется. Ну и пожалуйста, не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Буду за это вам очень признателен и благодарен. Хорошей вам торговой сессии. Снова повторяю и не устану этого делать. Пожалуйста, контролируйте риски. Это важно, особенно, когда мы говорим о таком активном, волатильном, подвижном рынке, как сейчас. Всего доброго, до свидания.